На Христа похожим, становиться на Христа похожим. Великая цель, правда? А на кого еще быть похожим, скажите? Кто еще может быть таким кумиром настоящим, на которого хотелось бы быть похожим? Только Иисус может быть по-настоящему образцом. Мы с вами продолжаем читать послание к Ефесянам. Я приглашаю вас открыть вторую главу послания к Ефесянам, апостола Павла. Немножко хочу напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. В первой главе послания к Ефесянам Павел много говорит о единстве и много говорит о во Христе. Во Христе. И он будет развивать тему единства, которое Бог воссоздает во Христе. Павел показывает, что все проблемы человечества, заключенные в разделениях, между нациями, между государствами, между мужчинами и женщинами, между рабами и господами, между начальниками и подчиненными, между родителями и детьми, между мужьями и женами. Все эти разделения Христос разрешает или разрушает. Иисус объединяет. Иисус – великий объединитель. Иисус – великий примиритель. И он развивает вот эту тему дальше. И после того, как он показывает, что Бог по своему великому предвидению, еще до того, как создал наш мир, Бог предусмотрел для человечества выход из вот этой ситуации греха. Бог предусмотрел. И затем Он осуществил через Христа. И затем Он дал великие обетования и дал нам надежду. Вот здесь в первой главе охватывается прошлое, что Бог сделал, настоящее, что Бог сделал, ну, для Павла настоящее, то есть то, что Христос при его жизни осуществил. И будущее, что Христос обещал нам, и что во Христе нам обещано, что все это по Божьему замыслу, эта история спасения, она разворачивается по Божьему ведению и по Божьей воле, по Его доброй воле. Он не был обязан это делать, но Он по своей доброй воле совершает это спасение. После этого Он переходит уже более конкретно к иудеям, к язычникам, к себе, к тем, кому Он пишет, к ефесянам, что Бог совершил в их жизни. Это удивительно. Он здесь описывает опыт обращения, опыт покаяния, опыт вот этого преобразования человека от греха, от смерти во грехе, к новой жизни во Христе. И вот давайте мы прочитаем и еще раз вместе с апостолом Павлом насладимся тем опытом, который мы с вами пережили, еще раз оценим его по достоинству. Итак, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и ближним, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье духом. Аминь. Какой прекрасный гимн! Гимн тому преобразованию, которое Бог совершает в нашей жизни, в жизни разных людей, совершенно разных, которые были чужими друг к другу, враждовали, презирали, ненавидели друг друга. Посмотрите, иудеи, язычники, они реально ненавидели, презирали друг друга, смотрели свысока. И здесь в церкви происходит нечто удивительное. Церковь – это удивительный организм, в котором все, что было разрознено, все, что было разбросано грехом в этом мире, Бог начинает собирать, объединять. И все это благодаря Христу, личности Иисуса Христа. В себе самом Он создает нового человека, в котором уже не имеет такого значения пол, национальность, социальный статус, уровень образования или другие вещи, которые людей разделяют в этом мире. Слава Иисусу! И вот смотрите, с чего начинает здесь Павел? Он говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Как вам такое выражение? Мертвы! Он обращается к ним и говорит, вы были мертвы, вы были трупы, ходячие, лежачие, трупы вы были. Как вам такое определение человека, неверующего, да? Человек, который еще не знает Христа, мертвый человек. Почему так строго? Почему так жестко? Мертвый! Вас, мертвых! По преступлениям и грехам вашим. Помните, Господь сказал еще в Эдеме, когда ты вкусишь, если ты вдруг вкусишь, то из смерти умрешь. Ты умрешь. Умер ли тогда Адам? Ну, он не умер физически в тот день, да? Да. Есть такое объяснение, что, ну, это началась его смерть. Ну, и там через 930 лет он умер. Но он умер духовно. Он умер духовно. Что это означает? Да, потерял связь с жизнедателем, животворную связь с жизнедателем. Он потерял. Да, Бог поддерживал его физическую, жизнь, но духовная жизнь его прекратилась в тот момент. Какую жизнь мы больше ценим, друзья? Физическую или духовную? Духовную жизнь, да? Духовная выше. Но это может оценить только тот, кто обрел эту духовную жизнь. Чтобы понять, что ты был мертв, надо сначала ожить. Правда? Мертвецы действительно ничего не понимают и не знают. Попробуйте трупу объяснить, что он труп. Но когда человек ожил, он понимает, он смотрит, я был мертв, я этого всего не знал, я этого всего не понимал. Вы пережили в своей жизни этот переворот? Когда, оглядываясь назад, вы осознаете, я не понимал, что такое настоящая жизнь. Я не понимал, что есть молитва. Я не понимал, что есть Господь, который может тебя утешить, может тебя наполнить собой, может тебе дать прощение, облегчение, мир в твое сердце дать. Я помню свои ощущения в первый раз, когда я обрел прощение, я пережил прощение грехов. Вы помните этот момент, когда вы пережили прощение, вы молились, вы просили прощения у Бога, и удивительный мир вдруг снизошел, сошел в ваше сердце и наполнил мир, покой, легкость, ощущение, что ты принят Богом. Прощение. Родился снова, да. И вот смотрите, что в Писании говорится вот об этой духовной мертвости. Вот здесь же в Ефесянам, 5 глава, 14 стих, написано, «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот что Бог хочет произвести в жизни каждого человека, «Воскресни из мертвых, ты мертв, воскресни, и воссияет на тебя Христос». Иоанна 6, 53. Иисус говорит о том, кто будет иметь жизнь. Помните, 6 глава Иоанна? Мы часто читаем ее на вечере, и здесь Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». То есть, Он им что говорит? Пока что вы не имеете в себе жизни. Но если вы начнете есть плоть, а что такое есть плоть и пить кровь? Это такие слова, которые многих тогда смутили, сказали, что это такое, как это есть плоть, пить кровь? Это что-то странное. Но Иисус намеренно сделал такое испытание фактически. Те, кто считали Иисуса просто каким-то самозванцем, они соблазнились и ушли. Но те, которые считали Его реально духовным учителем, они задумались, а что в этих словах кроется? Они искали ответа, дальнейшего объяснения, они получили Его. Иисус дальше сказал слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Духовно надо понимать. Тот, кто будет веровать в Иисуса Христа, распятого, что плоть Его за Меня была, страдала, что кровь Его за Меня пролилась, если я верю в это, я имею жизнь. Если не верю, я не имею жизни. Я мертв. Сколько мертвых людей сейчас вокруг нас? Духовно мертвых людей. Вы задумываетесь об этом, что для Бога в Божьих глазах разница между верующим и неверующим, это как разница между живым и мертвым. Между живым и мертвым. Вы представляете себе, что для Бога разница радикальная. Осознаем ли мы эту разницу? Стремимся ли мы оставаться в числе живых, имеющих духовную жизнь, не возвращаться к грехам и преступлениям, которые приводят к смерти? А люди, которые живут в грехах и преступлениях, они мертвы, они нуждаются в том, чтобы Бог их воскресил, в том, чтобы обрести жизнь. 1 Иоанна 3,14. Давайте еще посмотрим. 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. нелюбящий брата пребывает в смерти. Вот еще один критерий, да, еще один признак. Если в тебе нет любви к брату, если в тебе нет любви к ближнему, если в тебе вот эта Иисусова любовь не зародилась, не обольщай себя. Молись лучше и проси, Господи, воскреси меня, дай мне эту жизнь, дай мне новое сердце, возроди меня, дай мне новое рождение, я хочу быть живым, я хочу, чтобы во мне твоя жизнь струилась. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Знаем. Вы знаете? Вы знаете, что вы перешли из смерти в жизнь. Аминь. Слава Богу. 5,12. 1 Иоанна 5,12. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. А что значит иметь Сына Божия? Как это понимать? Принять Его Господом и Спасителем, да. Не здесь, а здесь и здесь. И там, и там. Если просто здесь, я встречал людей, которые говорят, ну, я признаю, да, Иисус умер за меня, и я доверяю Ему мою вечную судьбу. И продолжает жить в тех же грехах и преступлениях, откровенно говоря. Имеющий Сына Божия. Это настолько тесные отношения со Христом, когда Он в тебе, и ты в Нем. Ты живешь с Ним, ты во всем советуешься с Ним. Ты позволяешь Ему менять себя. Ты не удовлетворен собой. Но ты понимаешь, что ты любим Христом, Богом любим, потому что, не потому что ты стал другим, а потому что Он возлюбил тебя, и Иисус умер за тебя, и кровь Христа, и плоть Христа, это главные ценности для тебя. Вот она жизнь, начинается жизнь, да. И если ты не переживаешь этого, если в тебе нет этой сильной любви к ближнему, если в тебе нет этой тяги ко Христу, нет этого наслаждения от того, что ты с Ним время проводишь. Вот этой духовной жизни, если нет, молись об этом, проси, Господи, я хочу воскреснуть, я хочу быть живым. Молись, открывай Слово, читай и проси, Господи, через Твое Слово возроди меня, потому что Слово Божье возрождает нас. В Откровении 3.1 написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Очень суровые слова Господь говорит одной из церквей, одной из семи церквей. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Каково мое положение? Только ли по имени я жив? Или я по-настоящему жив? Да, для Бога верующие в Христа и не верующие в Христа, это как живые и мертвые. И вот дальше он говорит, в которых, в этих преступлениях и грехах вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это кто такой князь господствующий? Да, это дьявол, сатана. Сатана означает противник. И вот здесь сыны противления, в них дух сатаны. Сыны противления. А кто такие эти сыны противления? Павел говорит, вы некогда жили вот по обычаю мира сего, по мирским понятиям, да? По воле князя, господствующего в воздухе. Вот сколько людей, неверующих, думают, что они по своей воле живут. Я делаю, что я хочу. А на самом деле, они не что, они хотят делают. Они делают то, что дьявол хочет от них. Они этого просто не замечают, как они зависимы от него. Духа, действующего ныне в сынах противления. Дух сатаны действует в людях, которые верой не подчиняют себя Богу. Нет нейтральной позиции. Ты не можешь быть, как Швейцария, знаете, вот нейтралитет. Нет такого. Если ты не подчиняешь себя Богу, ты неизбежно будешь действовать по воле князя. И дух его, сатанинский дух будет действовать в тебе. Сыны противления. Это ужасно. Эта ситуация... Идет война. Идет война. И есть Божья воля, и есть противление. Сопротивление Богу. И на какой ты стороне ты должен сделать выбор. И вот Иисус называет дьявола князем мира сего. В Иоанна 12, 31 он говорит, что идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Он ничего не имеет во Христе. Поэтому, если ты во Христе, то дьявол не имеет ничего в тебе. Погрузился ли ты во Христа? Живешь ли ты со Христом по воле Христа? Это очень серьезный вопрос. Здесь говорится, что этот князь господствует в воздухе. В каком воздухе? Вот этот, которым мы дышим. Да, вот где-то в атмосфере, в воздухе. Интересно. На небо ему доступа нет, да, туда. Поэтому он вот, атмосфера, несколько километров от Земли, он может что-то еще действовать. Я думаю, что 10 километров от Земли еще он действует. Да, там самолеты летают, и что-то там тоже грешники бывают. Да, и ведут себя иногда нехорошо. А как насчет космоса? Может, вылететь в космос и там на околоземной орбите, может быть, мы освободимся от этого влияния сатанинского? Там космонавты, может, святыми становятся сразу. Ну, что-то не видно, чтобы они, да, возвращаясь, сразу крестились там и начинали духовную жизнь. То есть и там тоже доступ есть получается, да? А если на Марс мы отправимся? Скоро на Марс человек полетит. И там будет влияние этого духа? Будет, да. Потому что там тоже воздух, знаете? Ну, без воздуха человек не может. Понимаете, наш мир, человеческий мир, если ты не подчинил себя Христу, неизбежно ты находишься под влиянием сатаны. Вот чего многие не могут понять. Они думают, ну, я так с Богом чуть дистанцию подержу. Вот. Я живу с Богом. Вот. Я хочу свою жизнь строить с Богом. Ну, так, немножечко на дистанции. Потому что, ну, полностью Богу, это, ну, слишком много надо поменять в своей жизни. Если полностью свою жизнь Богу... Ну, это некоторые говорят, тогда все надо продать, работу надо бросить, детей, семью надо бросить, и вот только ходить и молиться. Ну, это утрирование, да, такое, чтобы оправдать себя, получается. Нет. Иисус хочет войти в каждый аспект нашей жизни. Он хочет присутствовать на работе с нами. Он хочет благословить нашу семью, наши семейные отношения, наполнить собой. Правда? Он хочет вот эту, нашу жизнь, Он как раз-таки хочет привести ее в нормальный вид. Не лишить нас жизни, как некоторые думают, что если я приду к Богу, то я потеряю все, жизнь потеряю, вообще радость потеряю, да, удовольствия всякие потеряю. Нет, Он хочет наполнить настоящим, глубоким, духовным удовольствием нашу жизнь. С избытком, да. Это и есть, собственно, жизнь, а все остальное Он называет смертью. Это смерть. В сынах противления. Плотской человек находится во вражде с Богом. Неизбежно. Вот посмотрите, Исайя, первая глава. Мы посмотрим начало Исайи и конец книги Исайи. Сейчас. Первая глава, второй стих. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Возмутились против Меня. Это характеристика нашему миру. Наш мир возмутился против Бога, восстал против Бога. Наш мир находится в состоянии войны с Богом, вражды с Богом, восстания против Бога. Об этом свидетельствует поведение людей, об этом свидетельствуют мотивы. Почему они принимают те или иные решения? Никто не советуется с Богом, если в целом взять. Люди в этом мире поступают, думают по воле своей, но по сути по воле сатаны, противника Божьего. Возмутились. И 63 глава, давайте откроем, 63 глава, стих 10. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их. Кто Он? Бог. Или Святой Дух, здесь можно и так, и так понять. Бог обратился в неприятеля их. Сам воевал против них. Можете себе представить? Вы можете себе представить? Бог воевал против... Вы бы хотели, чтобы Бог воевал против вас? Один человек как-то... Я читал в книге, интересный опыт, он говорит, когда я услышал вот эту весть, евангельскую, говорит, меня поразила эта мысль, что у меня два самых великих противника, самых могущественных, две самые могущественные силы во Вселенной обращены против меня. Это сатана, который хочет меня уничтожить. И оказывается, и Бог, раз я живу в грехах, тоже обратился в неприятеля моего. У меня... И он говорит, я понял, у меня никакой надежды нет. Я не смогу с ними справиться никак. Но так простым языком он говорит, то, что он пережил, осознал, что он был Богопротивником. Да. Бог обратился в неприятеля. А вы как понимаете, действительно Бог обращается в неприятеля людям, которые не хотят жить по его воле? Бог обращается в неприятелях. Он будет самым человеком. Заводи на небо. А это происходит бездельно. Поэтому нет выхода. Или ты подчинишься Господу, придешь к Нему, примешь Его, или ты останешься в таком вопросе, который сделает все, что тебя уничтожает. Да. Да. Бог стучится в нам в сердце. Да. Это одна сторона. Но есть другая сторона, которую мы прочитали здесь. Человек, который не живет по воле Божьей, он становится врагом Богу. Да. Если ты хочешь быть другом миру, то ты становишься врагом Богу. Тот, кто дружит с миром, тот враг Богу. И Бог будет бороться с тобой. Вот как мы читали про фараона вчера. Бог боролся с ним. Бог противостоял ему. И вы помните, да, какие там казни, через какие казни целый Египет прошел, и семья фараона через горе прошла. Из-за сопротивления фараона вот этого упрямого, упорного. Вспомните Савла. Да, я хотел сказать тоже. Савла, вспомните, Иисус является, ему говорит, Павел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Рожон, знаете, что такое? Это такая палка с наконечником, которым погоняли волов, да? Ну, или если там какой-то хищный зверь, можно было обороняться. Вот. Рожон. То есть это было оружие такое, орудие, то есть против рожна. Представьте себе картину. Савл, извиняюсь за выражение, прет на Христа, как волк, как бык вот это идет. А Христос в рожном его останавливает. И Савл не поймет, почему так тяжело, почему ему так трудно. Иисус является, ему говорит, потому что ты идешь против рожна. Люди, которые противятся Богу, идут против Божьей силы, которая останавливает, препятствует. Да. Это вот та реальность, которую здесь открывает нам Павел, напоминает об этом, что мы были некогда среди вот таких людей, между которыми и мы все, он говорит, он говорит, вы, язычники, да, а потом переходит, и мы все, иудеи, между которыми, и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Он здесь иудеев приравнивает ко всем остальным. Он говорит, никакой в этом отношении разницы не было и нет. Точно так же по плотским похотям, точно так же желания плоти и помыслов, точно так же чадо гнева, как и прочие. Чадо гнева – это что означает? Чадо гнева. Человек, который живет в миру по мирским принципам, Иоанн Креститель говорит, гнев Божий пребывает на нем, потому что Бог, знаете, не так спокойненько, терпеливо, ну ладно, там ты погреши, там, ну потом разберемся, посмотрим. Бог гневается на грех. У Бога грех вызывает гнев, негодование. Оно ему не свойственно и оно возмущает его. Как так можно? Порой мы привыкаем к каким-то вещам, но Бог никогда не привыкнет и никогда не привыкает. Грех всегда вызывает у него негодование. И неверующие называются здесь чадами гнева. И при этом всем, смотрите, он переходит дальше. Вот вы были такими и теперь Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, вот таких, мертвых, чад гнева, с духом противления, по воле князя действующим. Он возлюбил. И что он сделал? Благодатью своей вы спасены. И воскресил. Он оживотворился Христом. Дальше. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Какая перемена, да? Какая перемена. Чем заслужили? За что такая благодать? За что такая щедрость? Интересно вот это выражение, да? Бог богатый милостью. То есть у Бога как бы за милостью не станет дело. У Бога этой милости полным-полно. Он богат. И Он щедр на милость. И это единственная наша надежда. Это единственное наше спасение, что Бог богат милостью. И что Его любовь какая? Такая великая. По своей великой любви, которую Он возлюбил нас. А, опять начинается за что, да? Конечно, да, мы Его творение. Он любит нас. Да, да. Конечно. И посмотрите, вот эти выражения, да? Оживотворил как? Со Христом. Воскресил как? С Ним. Посадил на небесах как? Во Христе Иисусе. Иисус. Везде Иисус. Мы оживотворены, потому что Иисус прошел смерть и ожил. Мы воскрешены, потому что Иисус был воскрешен. Мы на небесах, во Христе, потому что Иисус на небесах ради нас. Он там был, Ему было все хорошо, с Ним было. У Него было все прекрасно. Но сейчас Он там, ради нас. Он пришел, Он стал, как мы, и там, в теле человеческом, ради нас. И, глядя на Него, вся Вселенная, глядя на Христа, видит что? Видит тебя и меня. Вселенная видит человека, видит человечество в лице Иисуса Христа. Ради нас Он там. И мы поэтому на небесах во Христе, это какая здесь уверенность, да, в нашем спасении. И дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Обратите внимание на эти выражения. Во-первых, богатство. Опять, да? Богатство благодати. Уже много, правда, благодати? Но потом Он еще говорит преизобильное. Я вот люблю это слово. У Павла оно не один раз появляется, да. Есть обилие, есть изобилие, а есть преизобилие. Вот Он выбирает самое максимальное, что только возможно. Конечно, богатство, да еще и преизобильное. Это четвертая степень богатства или количества благодати, которая есть у Христа. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. И дальше вот Он говорит о делах. Да, делами мы никогда не заслужим. Делами мы никогда не пришли бы к спасению. Он даром спасает нас. Но для дел в жизни есть место. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Только подумайте, что Бог заранее уже имел дела, которые Он хочет осуществить через вас. Он предназначил вам исполнить определенное служение, определенную миссию в этом мире осуществить, определенные добрые дела Бог хочет совершить через вас. Мы Его творение. Там такое слово используется в оригинале, которое означает «дела Его рук» или «изделие Его». Мы, каждый из нас, это, как это, хендмейд, штучный экземпляр, который изготовлен Богом. Во Христе Иисусе, опять же, опять же, во Христе Иисусе, по образу Христа мы созданы на добрые дела. И для тебя и для меня у Бога есть дело. Для тебя и для меня есть определенное служение, которое Бог замыслил, когда Он творил тебя, когда творил меня по образу Христа. Итак, он говорит, помните, очень важно это помнить. Павел подчеркивает, итак, помните об этом, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками. Видите, было две категории для них, вот и в церквах две категории. Одни были обрезанные, другие необрезанные. И они между собой, еще у них дискуссии были. Обрезанные иудеи говорили, так, ну, вам мало просто верить в Иисуса, вам еще обрезаться надо, еще вот законы соблюдать Моисеевы надо. Там много чего надо соблюдать. Вот, и Павел это все разъясняет, и в других посланиях. Больше он говорит, но здесь упоминает, говорит, что вот есть обрезанные, которые вас называли необрезанными. Как они это говорили? С каким выражением лица? А эти необрезанные? С пренебрежением, да. Откуда это идет? Это из Светхого Завета идет. Вспомните Давида, который шел на Голиафа. Вот Давид идет на Голиафа, и что он говорит? Этот филистимлянин необрезанный. Как он это говорил? Безбожник, вообще это как... Ну, как свинья какая-то, знаете, вот такое... Отвращение такое было, и пренебрежение такое, что мы, Божий народ, у нас есть Завет с Богом, символ Завета, обрезание, мы все, мы обрезаны. То есть мы принадлежим Богу, на нас знак принадлежности Богу. А это кто? Ну, там это было уместно. Там действительно, да, филистимляне вели себя очень нехорошо. Но когда прошли века, и вот иудеи стали относиться к другим народам с таким презрением, с высока, даже когда те, некоторые из них, стремились познать Бога, они к ним относились так, да, эти необрезанные. И, знаете, в Иерусалимском храме, там, во дворе храма, были отделения. Отделения для язычников, да, первое, откуда... Ну, вообще был общий двор, большой был общий двор такой, да. Потом дальше было отделение, куда еще могли язычники пройти, и там что-то... Были учителя, которые что-то говорили, учили, и те, кто еще не обрезаны, не прошли до конца еще процедуру прозелитизма, то есть переходов в иудаизм, они там могли присутствовать. Но дальше был вход, где была табличка, и было написано, Иосиф Флавий описывает это, было написано, что если необрезанный перейдет туда, ему грозит смерть. Под страхом смерти, побиение камнями, запрещено необрезанный туда. Вот. И это была ограда, это была стена. Она была символом той ограды, которую иудеи вокруг себя выстроили и не подпускали язычников. И вот Павел об этом говорит здесь, он к этому сейчас переходит, что этот барьер был, да, между иудеями, которые гордились, что они знают Бога, имеют завет, имеют надежду на Мессию, имеют будущность, надежду, и язычниками, у которых этого всего нет. И вот Павел это все здесь перечисляет. Вы были в то время без Христа. Что значит без Христа? Без Мессии, без вообще надежды на Мессию, без ожидания Мессии, вы были без веры в Мессию грядущего. Без Христа вы были, не Христи, можно сказать. Вы были отчуждены от общества израильского. Общество израильское – это был Божий народ, избранный, где были пророки, где были цари, да, не все было красиво и хорошо, но Бог управлял этим народом. Это был Божий народ. Вы были отчуждены от общества израильского. И вы помните, что в Ветхом Завете самое страшное наказание было, если такой-то человек будет то-то, 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 то исключен будет от общества израильского. Истребиться из общества сынов Израилевых, истребиться душа-то. Да, поскольку они становились частью общества по обрезанию, обрезание назад не вернешь, поэтому у них была вот так. Единственная форма исключения из церкви была через побиение камнями. И вот они были вот такие чуждые, отчужденные от общества, чуждые заветов обетования. В послании к римлянам он тоже перечисляет, Павел, что их и заветы, их и отцы. Чуждые заветов обетования. Каких заветов? Завет с Ноем Бог заключил. Завет с Авраамом Бог заключил. Завет при горе Синай Бог заключил. Эти заветы обновлялись. Все эти заветы давались с обещаниями, великими обещаниями. И все эти заветы, все эти обещания были мимо язычников. Язычники ничего не имели общего с этим. И дальше он говорит, не имели надежды. Вообще никакой надежды. Да, философов было много, мыслителей, много чего умного придумывали, изобретали, в науке там углублялись. Но надежды вечной не имели. Были мертвы. И были безбожники в мире. Безбожники фактически в оригинале атеос, атеисты. Они были атеисты. Но не в современном смысле слова, что атеисты. Сегодня атеисты – это кто вообще в Бога никакого не верит. А в то время они истинного Бога не знали. Были безбожники. Вот представьте, нехристи, безбожники, вот, отчужденные. Никто. Мертвецы. А теперь, дальше он переходит. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда, далеко стали близки, как? Кровью Христовую. Кровью Христовую. Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно, из общества израильского и вот этих отчужденных, дальних. Иисус, помните, говорит, что есть у меня и овцы, и не сего стада, и их надлежит мне привезти. Он имел в виду их. Дальних стали близки кровью Христовую. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди вот эту преграду с этой табличкой, что под страхом смерти нельзя. И в том числе вот эта завеса, разодранная в храме, она символизировала это крушение барьеров, что каждый имеет теперь доступ через веру во Христа непосредственно во святое святых, там, где Бог обитает. Каждый имеет возможность общаться с Богом через Иисуса Христа. Он есть мир наш. Он не просто примиритель, знаете, который пришел вот и примиряет, ты и ты, давайте вот пожмите друг другу руки. Он сам есть пожатые руки. Он сам есть Бог и человек в себе самом. Он создает нового человека, 15 стих, устрояя мир. Он есть мир наш. И поэтому, когда вы видите какие-то раздоры, будь то в христианской семье раздоры, будь то в христианской церкви раздоры, о чем это говорит? Он говорит, что не стало мира, вот этого мира, Христа не стало, понимаете? Можно как угодно оправдывать, говорить, что я прав, он не прав, и она не права. Но весь вопрос в том, если Христос пребывает в церкви, то будет мир в церкви. Если Христос пребывает в семье, будет мир в семье, такой, которого никто нигде никогда не видел. Люди завидовать будут. Люди, не знающие, люди, не понимающие, будут удивляться, будут. И это, ну, видно, слышно. У вас все так хорошо, вроде вы бедно живете так, вроде небогато, но у вас все так хорошо. Он есть мир наш. Он есть мир наш. Упразднив вражду плотью своей. Здесь указание на распятую плоть Христа, правда? В какой плоти упразднена вражда? Та, которая на кресте. В 16-м стихе он говорит, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, на кресте. И если вы в своем сердце чувствуете вражду на кого-то, если есть какая-то обида, если есть какое-то недовольство на кого-то, друзья, взгляните на крест. Вражда убивается там. Все разделения уничтожаются на кресте. Когда мы смотрим на Иисуса распятого, который себя самого не пощадил, не пожалел, отдал на смерть, на растерзание и молился при этом, прости им. Вот там любая вражда уходит. Вот там любая обида развеивается, как дым, как туман уходит. Когда ты смотришь на Христа, на Иисуса распятого за меня и за этого человека. Так кто я такой, чтобы носить обиду? Вот это осознание, это перемена сердца, это влияние духа, это возрождение происходит, когда мы смотрим на Христа распятого. На кресте убита вражда. И Он, Иисус, придя, благовествовал, мир вам, дальним и близким, мир от Бога принес. Примиритесь с Богом и примиритесь друг с другом. Придя, когда придя, придя, когда Он пришел, когда Он жил на земле, и в том числе, когда Он воскрес и вознесся, Он пришел через Духа Святого и благовествует мир до сих пор. И через Него и те, и другие, а сегодня и третьи, и четвертые, и пятые, и десятые. Вот сколько нас здесь разных, с разных национальностей. Кабардинцы, балкарцы, осетины, черкесы, евреи, украинцы, русские, да, все через Него, через Христа. И те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Вы знаете, когда мы рассуждаем о триединстве, вот здесь мы видим, что представлены и Христос, через Него, через Христа имеем доступ к кому? К Отцу, в одном духе. Мне нравится, как Библия, это, Библия написана евреями вообще, и Павел пишет, как евреи здесь. Библия описывает Бога в понятиях, ну такое слово, функциональных, да, для чего и как. Бог что-то делает. Если взять, допустим, вот, ну, стул, да, обычно такой пример приводит, или вот пепитр. Что такое пепитр? Еврей скажет, ну это то, на чем можно вот положить, и то, что помогает при проповеди, или пении, исполнении, вот пепитр, такой предмет. А грек, греческое мышление скажет, что, ну, пепитр – это такая подставка, потом ножка, и вот сверху такая тоже еще доска наклонная. Вот, из чего состоит предмет. И вот мне нравится, что в Писаниях здесь, в Писании написано евреями, и Павел здесь говорит о божестве, что через Христа, к Отцу, в духе, вот, что Бог совершает в нашей жизни. Вот о чем Троица, вот о чем Бог, вот о чем личности божества. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Какая разница между чужими и пришельцами? Не чужие и не пришельцы. Вот, в Израиле были чужие, были пришельцы. Чужие – это такие путешествующие иностранцы, которые мимо проходят, чужие. А пришельцы – это те, которые оседлые иностранцы. Вот они сюда переселились, не принадлежа к обществу, не будучи гражданами, но они живут среди нас. Вот спросите себя. Ну, хорошо, я уже не чужой здесь, да? Я не просто мимо проходящий. Ну, может быть, я пришелец здесь? То есть я вроде бы здесь, но я не гражданин еще. Мои мысли еще не совсем здесь. Мой образ жизни еще не совсем здесь. Я не чужой? Ну, может быть, я всего лишь пришелец? Павел говорит, вы не чужие и вы не пришельцы, но вы сограждане святым и свои Богу. То есть вы граждане Божьего Царства, Он и есть Царь. И вы свои, то есть родные, вы родственники Богу. Он вас признает своими, и Он в этой семье – Отец. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Видите, основание Церкви – апостолы и пророки. Кажется, это как-то звучит необычно, да? Обычно основание – это Христос. Но Иисус здесь представлен как краеугольный камень. Но у Церкви есть еще основание апостолов и пророков, от которых Писание мы получили, и на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Основание, если крепкое, если его мы почитаем, уважаем, если оно твердо, то храм будет, духовный храм, Церковь Божья будет расти в святой храм. Да, но не совсем Петр там был камень. Иисус сказал, что на скале, там интересно, да, он говорит, «Ты Петр, ты камень, Петрус, а я построю церковь на Петра, на скале». И вот Петра, оно всегда в Писании является образом Христа. Петра на скале, там дом на скале и так далее. И вот он говорит, на котором, то есть на Христе, и вы устрояетесь в жилище Божье Духом, Духом Божьим. Здесь опять же мы видим, как Церковь созидается во Христе, в жилище Божье Духом Святым. Слава Богу за то, что мы с вами пережили этот великий переход, перелом в своей жизни. Мы пережили это преобразование, мы стали новыми людьми. Давайте дорожить этим, давайте ценить это. Давайте помнить, как говорит Павел, помните, что кем бы вы были некогда. Вы были некогда язычники, отчужденные от всего, чуждые всего духовного. Вы были мертвые, но ныне вы живы, живы благодаря Христу. Бог, богатый милостью, Он оживотворил со Христом, воскресил со Христом, посадил на небесах со Христом во Христе Иисусе. Будем ценить это, радоваться этому и помнить о том, что мы благодатью спасены. Да, наше спасение еще не завершено, но надо верить и помнить о том, что спасение наше Бог совершил во Христе. И сегодня, пребывая во Христе, мы спасены со Христом для вечности. Аминь.